Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Дело необычное. Сегодня у нас 7 декабря 2015 года, понедельник. Вчера я на собрании сказал, о чем молился. Говорю это в здравой памяти. Говорю, в своем уме, как завещание делаю. У меня есть желание сделать известным для президента, что есть еще один путь, как выйти из этой ситуации. Такая угроза миру, терроризм. Я молился, и я всегда ставлю вопрос, а как я могу в этом деле участвовать? Могу ли я быть полезным? Тем более у меня большой багаж, опыт. Мое богатство, мои года, как поется в песне. И сегодня я написал вот такое послание или письмо. Попрошу прочитать Владимира Александровича Пащенко. А ты просто снимай вот так вот, чтобы видно было. Держи вот так. Я буду держать. Давай, считай. Президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Прошу вашего согласия и помощи в деле не совсем обычном. Я Лапкин Игнатий Тихонович. Рождение 10 июня 1939 года. Православный христианин. Проповедник и миссионер с 53-м летним стажем работы на Ниве Господней. Иисус Христос позволил мне издать 38 книг в бумажном варианте. Мы проехали с миссии на восток до порта Находки, на запад до Лиссабона, Португалия, пройти почти все государства Европы, Скандинавии, Прибалтику, Турцию, все мусульманские республики. И везде дарили в национальной библиотеке свои книги. Великобританию, Ирландию, Шотландию. Прошли более 500 городов и районных центров России. Книги эти находятся в Москве, в библиотеке имени Ленина, в парламентской и в исторической. За слово Божие был репрессирован и освободился 25 марта 1987 года. Реабилитирован. Имею огромный опыт работы в тюрьмах. Видел обращение от зла к свету закоренелых преступников. Имею большое желание быть полезным в деле, угрожающее всем. Речь веду о терроризме. «Если бы мне помогли попасть к тем, кто вигил в Сирии, знаю, что это грозит смертью». 2 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы, задорованной нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Слова из Святой Библии бьют тяжелее самых тяжелых снарядов и бомб. От вас нужно разрешение и сопроводительный документ, чтобы пройти таможню России. А дальше, как Богу будет угодно. Псалом, 59, 13 стих. «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна». Притча, 24 глава, 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающийся отца разве не знает? Нет. Наблюдающий над душой твоей знает это, и воздай человеку по делам его». Мой точный адрес – Россия, индекс 656-056, город Барнаул, 56, улица Ползунова, 6, Лапкин, Игнать Тихонович. Телефон – 8-961-230-70-60. Стационарный – 385-24-38-46. Наш сайт – «Кисти1народ.ру». Понятно. Дальше что? Наш форум. Наш форум, наш видеоканал. Здесь около 4 тысяч наших видеороликов. 07-12-2015 года. Ну вот написал это. Посоветовался со своей братьей. Вчера оповестил об этом батюшку. И всех наших попросил молиться об этом деле. Ну скажет, дурь старику пришла. Так я когда ездил за границу, мне писали отовсюду. Не ездите, не ездите там. Это чеченцы особенно. Там головы режут. И вам-то все равно. А эти за собой ведете погибнут. Ну, что сказать. Все позади уже. Мы проехали. Три раза в Чечне были. Проехали все мусульманские шесть республик фактически. Прошли с той стороны мы Турцию. От Черного моря. Ну там до Афин дошли. Ну тут и написано, что. И никого не опровергают. Все, что говорили, сходится. Но на нас это не срабатывает. Нас пугали Скандинавия. Она с нами собака везде была ездила. Чемпион России. Собака-то не просто охраняла. Восточноевропейская общарка. Или немецкая называют. Но оказалось все не так. Польшей пугали. А там лучше всего было. В Чечне приняли нас как родных братьев. Турция оставила в нас самое хорошее впечатление. Какой народ. Нас там мафия русская оккупировала. Мы не могли уйти. Мы 12 часов стояли и молились открыто. Поднимали руки и плакали. И как они нам помогали. И как мы оттуда вышли. То есть никого я не опровергаю. Но за нас молился буквально весь мир. Все молились. И мы прошли. А чем вы можете там быть поможем? Молитвой. На месте. Я бы встретился с руководством их. Поговорили. Ко мне претензий никаких нет. У меня ролики стоят, где я к мусульманам отношусь. То есть очень хорошие отношения. Вот у меня 38 книг вышло. Один том. Это Коран. Мусульманство. Я разбираю все, что за 1300 лет было сказано о мусульманах. Поэты. Политические деятели. Святые. И Коран разбираю во свете Библии. То есть я знаю, о чем говорит с ним. Я беседовал с мулами. И везде, везде был принят, как свой человек. Я захожу в мечеть, молюсь, кланяюсь, крещусь. Комната для намаза в Дагестане, в Махачкале были. Нам открыли. И у нас ролики стоят об этом. Это не просто я слова говорю. И внутренний мой дух побуждает меня к этому. Я не знаю, что будет. Может быть, ничего не будет. Но жертва, кровь, это тоже жертва. Это может быть лучшее ходатайство. Мне 77 год. Что спрашивать дальше-то? Ну, такой опыт у меня, что... Ну, просто я не могу сказать, где мне пришлось быть. Сотрудничать, встречаться с мусульманами. И я увидел, что я могу чем-то быть помощником. Но что вы там будете делать? Вам же не разрешат говорить о Христе. Не разрешат. Я знаю. Но я знаю, где сказать. Даже в Турции, где было. И никто не увидел ни насилия, ни посягательства на их веру. Я буду молиться. И где мы молимся, да за нас будут молиться. Тут разговор другой совсем. Второе, точно такой же вот я написал. Это патриарху Московскому и всеаруси Кириллу Гундяеву. Прошу вашего ходатайства и благословения в деле по письму. И дальше письмо. То есть сегодня, я думаю, послать это заказным письмом туда и думал министру Шойгу. Но вижу, что он никакой роли тут не играет. Наконец, вот думает послать два письма. Вот на твоих глазах я их сейчас подписываю. Письма эти. Число указано 7 и 12. Когда мы собирались поехать вот с этой миссией, ну представьте, то есть от Тихого океана до Атлантического. До Москвы даже доехать купили отдельную грузопассажирскую машину Нижнего Новгорода. Газель. Да это сумасшествие. Да вы куда? Да эта машина только в своем регионе можно ездить. Проехали. И машина стоит дома. Бог дал шоферов таких. У нас свой был Николай Павлович Кручина, а потом Морясов Александр Сергеевич. Это все в интернете выставлено. Но сидеть на одном месте еще нет. Я люблю пользоваться таким выражением, вот когда мы сеем что-то, сеем, надвое, 50%. То ли вырастет, то ли не вырастет. А они сеют, ничего кроме терновника нет. Вот все на Путина, а ему легко ли сегодня? Ордогану это, а ему легко ли это? Молиться надо, а не просто поносить. Да, там сказал. Не сами по себе. В мире есть еще другая сила, там комитет 300, масонство, прочее. Мы знаем, куда это все идет. Но мы должны здесь повлиять молитвой, христианской жизнью. Во мне нет, ничего нет. Я получаю минимальную пенсию. Минимальную пенсию бомжа. Вот на сегодняшний день моя пенсия за 35 лет трудового стажа, 35. 6 тысяч, кажется, 275, что ли, рублей, где-то надо посмотреть, и 3 копейки. Или 500, ну, 6 тысяч с чем-то. Вот. И все, почему? Мне нигде не давали работать, не давали. Не давали. Только при милиции, во вневедомственной охране. А дальше я где-то на корабле работал, Латвия, там нигде ничего не найдешь. И поэтому, что спрашивать-то? Заплатить не могу. А как? Не знаю. Не знаю. Вот я расписался. Дальше. Вот. У нас Крестоводвиженская община, она имеет регистрацию в Краевом отделе УДИС. Смотри, как я храню. Снимаю. Один мешочек. Другой. Для чего? Чтобы не высохла печать. Теперь коробочка снимаю. Вот видите, какой порядок. Вот коробочка какая-то в мертвых душах. Еще раз снимаю. Вот даже показать только, и тот человек скажет, ну, что ж такое-то, какое дело-то. А он у меня мешочек сохраняет его во влажности. Ну, а теперь что? Печать надо открыть. Вот. Вот это наша печать. Сейчас я поставлю печать. Печать, повторяю, что все это отдел юстиции. Вот. Смотри. Показать. Вот, пожалуйста, с фотографией печати. Печать. Так. Да благословит Господь. Сейчас я, братья, попрошу, напишу адрес. Известный где. Ну, Кремль, Москва, Путину. Что из этого будет? Сейчас же я поставлю этот ролик. И кто будет смотреть его, помолитесь. Я знаю, как скажут. С ума сошел старик. Во-первых, я не старик. Это я что-то не опровергаю. Я это опровергаю. Жизнь в своей всей. То есть, я не сумел составиться. Я все еще делаю то, что делал в 25-30 лет. С людьми встречаюсь, бегу, играю на велосипеде. У меня ничего больше нет. Детский лагерь. Я начальник детского лагеря. 44 года. Его основатель. Строим православную деревню с нуля. Тут все можно найти в указанных. Ну, а там читать не будут. Не знаю. Я тут красным еще напишу. Что самое. Ну, тут выделено. Самое крупное-то. Если бы мне помогли попасть к тем, кто в ИГИЛ в Сирии. Ну, ясно, что сошел с ума. Надо в дурдом отправлять человека. Ну, может быть, не отправят. Может быть, раньше отправят туда. Если думать, что кто скажет. Ну, что. Ничего и не будет никогда. Это попытка. В первую очередь, у Путина, кто там работает, у патриарха, подумают и скажут. Смотри. Так могут сказать. Смотри, в такой глубинке, какой необычный ход, говорят. Надо, что-то они зайдут, если на наши ресурсы, здесь встать. Они увидят, что это не слова. Когда начинают вот тут такое, попы там такие. За мной ничего нигде нету. Я судим был. Я прошел в пяти тюрьмах был в лагере. За мной ничего нет. Меня психиатрии исследовали все. Признали совершенно нормальной. Годной. И меня судили. Ну, дураков не судят. Что еще доказывать-то? Ну, зайдите маленько, посмотрите. Годной или нет это. В советское время, вот на моем сайте, 50 книг я насчитал. Это полностью Златоусы, 12 томов. В аудио все находится. 12 томов Жития святых, 5 томов Добротолюбия, 4 тома Григория Диченко. То есть, 50 книг насчитать в то время. Ну, и так только кто зайдет и увидит. 1500 тем на форуме. 4000 почти роликов. Мейл.рус зарядить, только Игнатия Лапкина. Там я в шапке стою. И 18 тысяч фотографий. Тысяч. К нам отовсюду люди приезжают, едут. Я-то говорю для того, чтобы, ну, как-то помолились. А не просто, а, да что спрашивать, дурак, сектант, еретик там. Я знаю все эти, как с отцом Александром Менем говорили. Он говорит, как говорит, заграничный чемодан, говорит, обклеили этими названиями разными. Я это делаю во имя моего Господа Иисуса Христа для помощи людям, приговоренным к смерти. Так ты не понимаешь, турецкий там язык какой. Не надо. Там много русских, из России которые. Я знаю с кем и как разговаривать. Повторяю, все секты, какие есть, я с ними имел общение. И сколько людей оттуда пришло в православную церковь. Мы никуда не займем, только в храмы Московской Патриархии. А вы уже здесь их доведите на нужные кондиции. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Субтитры сделал DimaTorzok